НЗ неприкосновенный запас ну допустим 50 тысяч и все это уже больше тратить деньги нельзя будет потому что иначе мы лишимся у меня есть прямой ответ да и позвольте у меня прямой ответ прежде всего как нам показывает практика если мы будем как швейцарский гном охранять свое золото то иногда мы по какого-то хороший проект может быть финансировано даже если потребует возможно чрезмерно во вторых у нас будет огромное количество споров про того а давайте оставим неприкосновенными 20-50 тысяч и это будет диктоваться если не конкретными условиями какой-то абстрактный не будет добавление я считаю это принципиально не фрага не будет добавление бюджетная группа которая с чего говорит сейчас у нас осталось сколько это процентов если вы у нас их заберете мы и мы не сможем там это в ближайшее время как компенсировать это должно быть ведь не бюджетная группа у нее есть такое право на определенном координационном совете сказать что извините мы не можем потому что бюджетная группа отвечает непосредственность за кошелек вот это должно диктоваться текущими потребностями а не какой там страх на схеме это моё губочайшее убеждение так вот у меня добавление на два слова имея определенный опыт фандрейсинга я могу сказать что единственное на что тут деньги на реальные дела так вот если мы не сохраняет неприкосновенный запас можем реализовать еще один хороший проект под которую потекут деньги о это клевые чуваки не сделали не замутили клевую штуку да я дам денег это в принципе может вернуть вполне может вернуть гораздо больше денег чем тот он за который мог бы там лежать вот есть еще такое небольшое предложение во первых можно составлять смету на какое-то количество времени вперед и в случае возникновения вот такого неожиданного интересного проекта да да с момента зарождения идеи и до того момента когда на реализацию требуются реальные деньги зачастую будет необходимо совершенно определенная работа по этому проекту я не очень понимаю ты говоришь о смете проекта и о смете который о смете проектов суммарной смете да мы ее допустим составляем на составляем на две недели вперед и соответственно две недели вперед мы выделяем трату денег согласно проектам которые реализуются в течение этих двух недель у нас возникает гениальный проект проект там давайте да давайте засадим чистые пруды васильками замечательно все поддерживают васильки всем нравятся но до этого нужно будет совершенно четко определиться кто будет сажать да где будем закупать эти васильки и так далее и тому подобное и это потребует определенного времени в этом случае мы а объявляем сбор денег на этот проект то есть каким-то образом компенсируем трату бюджета прямыми пожертвования именно на этот проект б мы соответственно у нас есть время определиться с одобрением или не одобрением этого проекта на одной из ассамблей с ворумом соответственно вот по такой схеме можно тоже я за я всячески за так и так тогда есть это принципиальных иных дополнений нет то предлагаю просто предварительно проголосовать кто за такое регламент при условии некоторых косметических сменений и кто то 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 да кто резко против то вазируется итак кто за в целом ну ладно 15 кто соответственно ни в коем случае не приеме такого а где елена ну вот есть воздержался ну что ж тогда я считаю проект в первом чтении принятым уважаемые коллеги уважаемый Сергей Евгеньевич я думаю что на первой генеральной ассамблее мы уже сможем утвердить мне кажется что туда нужно внести пункты про общее принятие решений как мы учитываем решение в группе по голосованию и так далее у меня прямой ответ я считаю что под это дело лучше сделать идейные маленькие регулы буквально два образца но лучше нет вообще общее принятие решений должно быть сюда то есть например то есть группа 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 по голосованию а должна по крайней мере показывать там мнение людей по приоритетности то есть например там да четверо за двое против окей консенсусно да с правом блока решает тот проект и приоритетным или нет она должна опираться на результаты голосования и рейтингов я честно говоря объединил все голоса вне координационной группы под лучшим названием ассамблея разумеется я понимаю что это могут быть и онлайн голоса но просто пока у нас я себе очень трудно пока представляю как именно это должно быть здесь я передаю слово лучше тебе наверное нет нет я тоже пока с большим трудом представляю группа по голосованию запущена она сейчас содержит большее количество людей чем присутствующие на ассамблее Я не знаю сколько людей собирается на генеральную ассамблею посмотрим но мы должны об этом подумать по крайней мере эти пункты да significant я понял для тебя до говорю я понял что в этом проекте решение принимаемой ассамблею обозначена как решение принимаемой ассамблеи и должно быть отдельно прописано то есть как во всех документах каждое слово должно быть прописано решение принимаемой ассамблеи это значит то-то-то-то Компания передает бурат 1 до полуцаников. Мы только что приняли регламент за исключением технических правок, и ты вносишь техническую правку. Предлагаю... Ну, предлагаю внести все эти технические правки. Вера, ты не дотягиваешь до камеры. Мы сейчас обсуждаем. Ты не добегаешь до камеры. Да, это буратичный комментарий. Уже второй раз. Это наш диалог, с длёргом. Что ж так, вытасовывайся, да? Ты не добираешься технических правок. Да. Нет, улыбайся и помахивай поаккуратнее. Это был нашим. Вот, так вот. Улыбаемся и машем. Я говорю, что это должно рассматриваться в кардиналке. А я считаю, что это должно быть обсуждено. Она сам. Лобератор. А я считаю, что у нас еще один вопрос. Прерывай диалог, переходи к следующему вопросу. Все? Если вопроса больше по этому пункту нет, то... Ты кто такой? Да, давай, до свидания. Есть отчеты? Следующий вариант, это делегат в оргкомитет. А может, нет, товарищ, хотел. Прошу прощения. В оргкомитет в колонии. Маленькое объявление. Я тоже замерзл, пожалуйста. Я просто уйду после этого. Буквально пять секунд. Я хочу напомнить всем собравшимся, что в эту субботу в пять часов вечера у нас состоится первая дискуссия про образование из серии... Не первая, совершенно. Первая из серии дискуссий про образование. Приглашаются все желающие. Просьба подготовиться. И она продлится два часа. То есть с пяти до семи место сбора. Памятник Абаю Кунанбаеву. Спасибо за внимание. Так, ну, видимо, в Переславле не еду. Здравствуйте, я попробую без камушка обойтись. Олег Богданов. Такой вопрос. Значит, перед 12 мая все помнят, что была такая проблемка, некое непонимание у нас возникло с оргкомитетом митинга. Но, тем не менее, оргкомитет объединяет ряд сил, с которыми нам так или иначе нужно сотрудничать. Почему я вспоминаю это именно сейчас? Я в интернет увидел в блоге Ильи Пономарева информацию о том, что оргкомитет собирается в июле-августе организовывать такие публичные дискуссии. Что-то типа того, как они назвали антиселигер. Никакой больше, более подробной информации там не было. Ну, вот, по крайней мере, чтобы узнать, что это такое, необходимо как-то поддерживать контакт с оргкомитетом. Поэтому нам нужен представитель, который бы туда приходил, как-то с ними разговаривал, ну, периодически, если не постоянно с ними общался. Это оргкомитет митинга. Итак, прямой ответ. Орккомитет митинга. Я не знаю, какую он сейчас структуру представляет. Но это тот, который делал митингу 12 июня. Да. Прямой ответ, тире выступления на одну минуту. Да, как я понимаю, Пономарёв его в своём блоге назвал просто оргкомитет. Они уже называют себя просто оргкомитет. Я трактовал это именно так. Ну, тем не менее, как бы, любим мы их или не любим, как-то работать с ними нужно. Итак, у меня... А, ну, вы вопрос-то не поставали. Ну, в основном, да. Нет, всё-таки прямой ответ, сырое выступление. А я считаю, что вообще не стоит как-либо сотрудничать с нелегитимным оргкомитетом до избрания Координационного совета. Легитимного изначально. Соответственно, я, кстати, у вас есть точно информация, что это инициатива оргкомитета, не лично Пономарёва, Попова и Жестин? У меня информация, я просто прочитал в блоге Пономарёва. А Пономарёв написал, что это инициатива оргкомитета? Больше. Он написал инициативу оргкомитета без расшифровок, какого оргкомитета или что далее? Ну, я просто прочитал запечатление, что инициатива Пономарёва, Попова и только. Так вот, я считаю, что, во-первых, каждый может принимать участие в этих региональных турне на общих основаниях. Я, в принципе, об этом подумываю, но я не думаю, что у нас есть ресурсы на то, чтобы сейчас идти самим в регионы а рисовать туда ещё свою повестку, что оргкомитет будет давать там вполне конкретную повестку, как Бонарёва и Попова. Поэтому у нас нет ресурсов на то, чтобы идти куда-то ещё. У нас есть. Потому что вместо этого нам можно сказать, давайте ещё альтернативно анти-анти-селегер, как это может выглядеть, но отправить делегатов в Питерский окупай и ещё в остальные действующие окупай. Вот это то, что нам нужно. Поддержать контакты именно с решением окупай. Как я понял, что эти дискуссии будут организовываться где-то в пределах, в районе Москвы. Нет, нет, нет. У Пономарёва писалось, что это будет в разных регионах России. Что, я или нет? Вот, я просто... Пожалуйста, скажу пару слов. Возможно, меня за эти пару слов... Хватит уже. Вот, возможно, меня за эти пару слов будут освистывать и закидывать тухлыми помидорами. Я считаю, что взаимодействие... Взаимандат. Да, взаимандат. Что... Да. Ты решаешь меня выступать, заметь. Так вот, что нам нужно не столько взаимодействие с арткомитетом, как структура, сколько взаимодействие с конкретными людьми. Вот есть более-менее адекватный Пономарёв, скажем так, условно хотя бы. Есть конкретно, там, Алексей Сахнин, который вообще нас поддерживает совершенно искренне. Есть еще представители, которые, может быть, не входят в Охтейбовый Тивор-комитет. Я считаю, что с ними работать не имеет смысл. Работать непосредственно со структурой, в которой сидит совершенно не договороспособный немцов, я считаю, для себя совершенно неприемлемым. Вот. Поэтому, извините меня, у них не могут быть хорошие инициативы, если не согласны конкретные люди работать с нами на раун. Вот, пожалуйста, я ни в коем случае не считаю, что если нам протягивают руку помощи, мы должны ее отталкивать. Но при этом это должна быть действительно рука помощи, а не условные отписки, после которых вместо нас поедет Алена Образцова. Поэтому давайте одевать зерна от Пэйвы, работа с каретами Ютуби. К тому же контакт этих людей у нас, скорее всего, уже есть. Ну, прямой ответ, Пополу меня фоловит. Да. Ну, у меня прямой ответ в том, что, например, он на Пополу точно фоловит меня в Твиттере. Паша, твои вопросы. Сейчас, Креш, прямой вопрос. Я хотел, например, рассказать тоже сам, поэтому сначала пусть Саша. Да, просто не совсем понятно, как можно работать с конкретными людьми, которые являются представителями оргкомитета и не принимают решения без этого оргкомитета. Даже прямой ответ будет наверняка. А поскольку о регионах я до сих пор более-менее мониторюсь, сейчас слышу только с Пономаревой и Поповой, которые зачастую работают вместе, у меня есть подозрение, что это чуть ли не их инициатива под брендом оргкомитета. Еще один прямой ответ есть у меня. Не надо забывать, что любой коллегиальный закрытый орган всегда предполагает наличие такой вещь, как лобби. И всегда определенное продавление своих интересов имеет место быть. Я не вижу ничего плохого, если окупай, как все-таки определенный срез отечественного общества, который хочет достигнуть определенных целей, имеет полное право лоббировать в оргкомитете свои интересы, даже не входя в него. А лоббировать можно только, говоря с конкретными людьми о конкретных вещах. Приходить в оргкомитет, говорить, вот мы такие хорошие, пожалуйста, пустите нас на сцену, и примите наши предложения, и мы уже видим, что из этого получится. И должны люди, которые обладают конкретным правом ГОУССа, с которыми нужно долго и понамерно работать. Нельзя так нахрапом приходить и говорить, вот есть мы. А работать с рекселем такими, но можно и нужно легко. Я сам сам лично с ними много расписывался, очень открытый человек, который идет на контакт. Я уверен, что на контакт может пойти Иоанн Попова, Иоанн Поноварев и многие другие. Я же не хочу просто говорить про англезных людей, потому что я всего не знаю, и про всех не могу сказать. Но конкретно есть люди, с которыми работать можно и нужно рассчитать. И для того, чтобы наша позиция имела свое, скажем так, имела определенный вид. У того же Сахнина есть тоже свои интересы, интересы своего движения.